В Одессе презентовали самый масштабный социальный проект Украины. Речь идет о ресторане Форс Сити. Его планируют открыть уже в феврале 2017 года. Часть от дохода заведения будут отдавать на развитие города. Детали у Ирины Рогозянской. Мы находимся на презентации проекта Форс Сити. И буквально через несколько минут наш город узнает, как будет выглядеть самый уникальный ресторан во всей Украине. Раз в квартал основатели ресторана будут отдавать 70% от дохода на развитие полезных для города проектов. Любой одессит, я, вы, любой одессит может подать какой-то социальный проект. И основатель уже голосует, будут ли они его финансировать. Мы ориентируемся на заработок примерно 6 тысяч долларов чистыми в месяц. Это 18 тысяч долларов в квартал. 12 тысяч долларов, соответственно, мы сможем вкладывать в социальные проекты. Оставшиеся 30 пойдут ресторатору. Соучредители не получат ни копейки от вложенных средств. У основателей в этом проекте другая цель. 300 предпринимателей, которые привыкли трудиться в этом городе, которые привыкли зарабатывать, вкладывать и постоянно получать прибыль, просто не могут спускать деньги на ветер. Я люблю Одессу и мне очень хотелось бы влиять на одесситов и на наш город с помощью созидающих проектов. Сейчас реализация проекта условно находится на середине. Мы собрали свыше 130 фаундеров. То есть это уже 130 человек, которые подписали договор и которые являются официальными основателями проекта. Мы нашли ресторатора. Им стал Александр Кожухаренко, Алекс Купер. Владелец таких проектов, как Купер Бургер, Гиви Ту Ми, Молодость. Заведение разместят в здании бывшей водолечебницы на канатной 27 дробь 1. В Фосити это не просто ресторан, это универсальная площадка. Один из залов будет очень мобилен, и мы можем переоборудовать его в лекториум очень быстро. Поэтому мы будем проводить большое количество ивентов в этом помещении. Далее, там будет каворкинг примерно на 30 мест, что позволит постоянно находиться там в определенном количестве людей. Мы рассчитываем делать еще один маленький зал в этом каворкинге. Ирина Рогозянская, Алексей Филиппов, 7 канал.